У меня малышка, есть два года. Понятно. А где он живет? В Таджикистане живет, да. Девочка, две девочки у меня. Живут в Кыргызстане. Старшая девочка семь лет. В этом году в школу пошла. Еще два маленьких мальчика, четыре годика. Здесь живут три дети. Два дочка, одна сын. У них здесь детский сад с начала начали. И потом в школу. Нравится, учится, вроде нормально. А он не знает? Ну, пока по чуть-чуть. Знакомых нет, чтобы сюда перенесли. Дети, все, семья. Ну, они были здесь, уехали. Здесь тяжело. Женщинам, а мужчинам можно жить. Сейчас уже новый знакомый в этом году. Нужно же, там, документы требуют. Там временная регистрация. Там был момент, сначала взяли ее, а потом, говорит, через месяц у вас регистрация заканчивает. Надо быстро, прямо. Я говорю, мы документы дали, там, у ФМС. Говорит, с лишней недели поучить. Там учительница говорит, нельзя, прямо. Я говорю, ну, это же закон, а что мы можем делать? А он, получается, у них свой закон. У меня шестеро детей. Вот, в 8 лет уже мы здесь живем. 7 лет исполнено им. Вот мне хотелось школу это устроить. Они не взяли. Вот не знаю, почему не взяли. Муж хотел, сколько раз около директора заходить, директор вообще не хотел, что с ней разговаривают вообще. Дети с утра до вечера там играют. Потом соседи, наверное, жалобу делали, и они пришли, там заходили и спрашивали у меня все, что. Потом они помогли вот так, в школу устроиться. Обрадовался сильно. Мы с мамой долго искали нас в класс. Я боялась всего, когда в школу шла. Сейчас хорошо, вот всегда спрашиваю, учительница, они говорят, все хорошо, нормально учатся, стараются. Очень хорошо сейчас. Если бы я не ходил в школу, тогда не умел читать, не мог найти, что хотел, и даже не мог ничего не купить, просто не умел же считать, даже не мог писать, читать. Друзей не было, потому что, это, думали, что, ну, не умный там, не хотели друзить, друзей. Образования не было бы, диплома не было бы, и вырос бы не знаю кем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова